Салам алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит нас в сетке вещаний РГВК и доброго времени суток тем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. С вами, как всегда, по понедельникам передача «Глобальная сеть» и сегодня для вас все я проведу я, Димбагант Магомедов. В эфире 29 выпуск нынешнего телесезона. И прежде чем мы начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить информационную поддержку телеканал РГВК, а также еженедельник «Свободная республика». «Свободная республика» – газета для думающих людей. Снос многоэтажного дома в Махачкале, незаконно возведенного на участке за резервированным под строительство школы, перерос в потасовку с работниками правоохранительных органов и администрации города. Естественно, что эта новость взорвала социальные сети. По поводу произошедшего, свое мнение высказал Магомед Амаев. Представители застройщиков агрессивно препятствовали сносу напавленно представителей власти, которые исполняли свои служебные обязанности. Решается вопрос о возбуждении уголовных и административных дел. Вот только одно непонятно мне. Почему обманутые вкладчики не бьют застройщика за то, что тот без разрешения построил и тем более продал им? Пользователь социальных сетей Ильдар Алиев поделился своим мнением. Ликвидация здания в микрорайоне Новый город в Кировском районе столицы началась 28 марта по решению суда. Земельный участок, на котором был построен семиэтажный дом, ранее был передан Управлению образования Махачкалы в постоянное пользование. Интересно, куда смотрели контролирующие органы, и пока этот человек вкладывался и поднимал такую махину? Написал пользователь Самир Селимов. Управление образования должно было получить разрешение на проведение монтажных работ и зарегистрировать участок в собственность муниципалитета. Однако не сделало это вовремя, в связи с чем земля незаконно досталась застройщику. Ну а человек, который решил строиться, почему-то не подумал о том, что ему этого сделать не дадут, и что вся эта афера добром не закончится. Нельзя такой кусок земли украсть у государства и остаться безнаказанным. Ему сейчас введет уголовная статья за мошенничество. Делит сомнением Шарип Гусейнов. Суд постановил снести дом еще в августе 2018 года, но застройщик не сделал этого. Мэрия решила сама заняться сносом с последующей компенсацией расходов. Но я считаю, что судить надо тех, кто выдал разрешение на постройку этого дома. В чем виноваты люди, которые туда вложили свои копейки? Наши, как всегда, крайних ищут. Вот и издеваются над простыми людьми. Написал свое мнение и Заур Расулов. Все началось с того, что жители микрорайона обратились к мэру Махачкалы с просьбой построить в этом районе школу. Салман Дадаев в ответ на эту просьбу горожан призвал всех, кто незаконно захватил участки, предназначенные для строительства школ, добровольно вернуть их и освободить от возведенных строений. Однако застройщик сделал вид, что ничего не произошло и продолжал строить. И как назвать поведение этого человека разумным? Пишет пользователь Дауд Султанов. Обалдеть, как будто власти тут ни при чем. Разрешение на строительство этих домов дали дядя Степа и дядя Али. А если не давали, почему не остановили незаконную стройку сразу же? Чем занималась вся цепочка контрольно-надзорных органов? Я считаю, что и власть должна нести ответственность за халатность наряду со всеми. И каждый в отдельности за свои промахи. По мнению Джамала Богомаева, ситуация выглядит таким образом. Наш народ тоже виноват. Начинают стройку дома без дворов, притык друг к другу и так далее. Застройщики делают человейники наподобие муравейников. При этом народ покупает, не спрашивая документов на строительство. Потратить миллионы рублей для того, чтобы купить квартиру и не узнать о законности стройки, это по-нашему. Как будто покупали жилье на украденные деньги. А завсегдатой социальных сетей под ником Кореньбет написал следующее. Строят с нарушениями, странно даже проходить мимо. На монолит ставят грязные, запачканные цементным раствором и глиной арматуру. Там она ничего не держит. Элитная стройка, а вот такие элементарные нарушения в будущем могут привести к гибели сотен человек. Пользователь Амар Асадулаев поделился своим мнением. Не буду оригинален в этом споре. Сразу скажу, виноваты как застройщик, так и те, кто покупал квартиры в этом доме. Этого недобросовестного застройщика прокуратура предупреждала не раз, что там нельзя строить жилой дом по той причине, что на этом месте будет стоять школа. Но этот обнаглевший в край горе строитель не захотел никого слушать. И вот вам, пожалуйста, результат. Бульдозер, экскаватор, разрушенный дом и драка в лучшей дагестанской традиции. Как это похоже на наших людей? Ученик 10 класса 46 школы города Махачкалы Исмаил Габибулаев стал призером Российской Олимпиады школьников по китайскому языку, которая проходила с 28 марта по 1 апреля в Москве. Пользователь социальных сетей без внимания это событие не оставили. Пользователь под ником Смотритель написал следующее. От всей души поздравляем отца-подростка Ибрагима Габибулаевича с этим огромным достижением. Это успех не только его сына, но и всей республики. Поздравляем также педагогов и всех, кто оказывал ему помощь и поддержку. Ибрагим возвращается в республику, где люди узнали, что в Дагестане изучают китайский язык и временами очень даже успешно. Пишет активный участник социальных сетей Магомед Амар Магомедов. Всероссийская олимпиада школьников в этом году проводится по 24 дисциплинам. Для подготовки учеников к заключительному этапу в Дагестане были организованы профильные смены с участием лучших педагогов республики и других городов России. Занятия состоялись в Республиканском центре для одаренных детей Альтаир и в Центре выявления и развития талантов, обучающихся на базе ДГУНХ. Пользователь Мухтар Дамеров по этому поводу написал. Популярность Всероссийской олимпиады школьников в Дагестане растет с каждым годом. В этом году на школьном этапе было охвачено 100% учащихся. На республиканском этапе соревновались более 2,5 тысячи школьников. Кстати, победители и призеры в СОЖ смогут поступить в любой российский вуз без вступительных испытаний. Эту же тему продолжил пользователь под ником Свет в конце. Откровенно говоря, меня удивило то, что в Махачкале есть подростки, которые готовы учить китайский. Очень странный выбор для подростка. Тем приятнее, что Исмаил из Махачкалы и занимался языком настолько глубоко, что взял призовое место. Надеюсь, что через какое-то время занятие языками вдруг станет интересно нашей молодежи как занятие спортом. Китайский язык сегодня очень перспективный. Своё мнение написал и Арсен Мусаев. «Я не уверен, что есть ещё люди, которые на самом деле сомневаются в том факте, что учить китайский язык полезно и выгодно. По моему мнению, он смело может претендовать на всеобщее признание его языком номер один в мире наряду с английским. Китайский – один из немногих языков, которым пользуется в рабочих моментах ООН. Для более чем миллиарда человек в мире китайский язык вообще является родным. А в целом, в мире китайским владеет около двух миллиардов человек. И это уже действительно не шутки». По мнению завсегдатая социальных сетей Загира Умарова, в России совсем малое количество людей может похвастаться настоящими знаниями китайского языка. Да, этот язык очень сложный и, конечно же, если вы покорите его, то, несомненно, заслужите уважение работодателей, коллег и родственников. Тем более, на китайском языке говорит пятая часть людей всего мира. Знаниями английского языка сейчас никого не удивишь. Это факт. Но небольшое упоминание в Рузиме о том, что вы владеете знаниями китайского языка, мгновенно поднимет вас на несколько ступеней выше конкурентов. Да что там говорить, даже просто в кругу друзей и знакомых вами будут восхищаться, ведь человек, который смог покорить в прямом смысле китайскую грамоту и правда заслуживает уважения. Пользователь Амрах Гаджибеков написал по этому поводу следующее. «Родителям Исмаила Габи Былаева нужно уже основывать свои курсы на тему, как мотивировать людей. Нужно отдать должное именно им, ведь без их поддержки и вклада Исмаил вряд ли достиг бы таких успехов. Китайский язык это много труда и времени за книжками и прослушиванием китайской речи. И мальчик, вместо того, чтобы побегать во дворе с друзьями, сидел за книгами. Поэтому респект родителям». Не остался в стороне дискуссии юзер Исмаил Магомед Шапиев. Знание китайского языка можно назвать большим плюсом для бизнеса. Ведь ни для кого не секрет, что Китай вырывается в лидеры по торговле, экономике, финансам, офисам, и производству множества фирм с мировым именем и транснациональных корпораций находятся именно в Поднебесной. Менталитет китайцев таков, что они свято чтят традиции своей страны. И ваше знание китайского будет неоспоримым преимуществом перед конкурентами. Пользователь под ником «Справедливый» подвел итоги этого обсуждения. Кстати, потом Исмаил Габибулаев сможет продолжить обучение в Поднебесной. В Китае находятся несколько десятков престижных университетов, которые пользуются мировой славой. Обучение в них часто обходится дешевле, чем в вузах Европы, Америки и Японии. Китайская система образования предлагает специальные программы для иностранных студентов. От полноценного бакалавриата до краткосрочных курсов и обучению по обмену. Заместитель начальника отдела старшего судебного пристава Кайакенского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану похитил со счетов своего же ведомства более 2,5 миллионов рублей. Ну а когда речь идет о деньгах, то наш народ никогда не остается равнодушным. Марат Гасанов по этому поводу написал следующее. В период с 2014 по 2017 годы он, используя свое служебное положение, действуя из коротких побуждений с целью хищения денежных средств с депозитных счетов Кайакенского и Кайтакского районных отделов судебных приставов УФССП по РД осуществлял перевод денег со счетов указанных структурных подразделений на банковские карты своих знакомых. Ей отвечает за всегда-то и виртуальных дебрей Тимур Ханипов. Промышлял махинации подозреваемых в течение 4 лет начиная с 2014 года. Следователями системы МВД Республики в настоящее время расследуются 4 уголовных дела в отношении лиц, занимающих государственную должность судебных приставов. Предпринимчивые приставы решили нажиться, воспользовавшись доверием граждан, безоговорочно доверяющих людям в форме. И здесь надо сказать, что в нашей Республике эта ситуация не уникальна. Такое происходит по всей стране. Не остался в стороне от дискуссии Рамазан Малаев. Мотив совершения преступления в квалифицирующихся в уголовном кодексе как присвоение понятен присвоить чужое добро. А вот схема совершения этих деяний удивляет не только своей дерзостью. Приставы умело пользовались своим служебным положением, а также беспечностью потенциальных жертв. Ильяс Ахмедов по этому поводу написал следующее. К слову сказать, у судебных приставов по инструкции входит в обязанности также и сбор задолженностей по тем или иным платежам. То есть они могут выполнять функции кассира, заполнять квитанционные книжки судебных приставов, выдавать квитанции об оплате. Далее по правилам собранные деньги перечисляются на депозитные счета РКЦ и уже оттуда расходятся по предприятиям, чью пользу были собраны денежные средства. Однако этот пристав не оформлял бумаги официально, а вместо квитанции выдал горе-должнику обычную расписку, написанную в произвольной форме. Поделился своим мнением Шарапудин Магарамов. Надо отметить, что жертва и не думала просить документы у пристава, полагая, что человек в форме не может совершать преступление. В настоящее время в Кайакенском районе возбуждено уголовное дело в совершении должностного преступления коррупционной направленности. По своему служебному статусу пристав имел доступ к программе, производящей движение денежных средств районного отдела судебных приставов в сети интернет. Не мудрствуя, лукаво, он просто-напросто перечислил на счет своего родственника около 200 тысяч рублей с депоситного счета отдела судебных приставов. Родственник не являлся взыскателем по исполнительному производству. А у Тагира Исрапилова тоже своя точка зрения. Победить воровцу на корню нереально, но это не повод избегать профилактических мер. Во-первых, следует тщательно проверять данные принимаемых на работу сотрудников. Это и предъявляемые ими документы и рекомендации с предыдущих мест работы. Часть информации можно уточнить по телефону, общаясь с бывшим работодателем, часть по интернету или пообщавшись с бывшими коллегами сотрудника. Во-вторых, периодически устраивайте проверки. На что ответил Рашид Нурахмаев. Я считаю, что если выявите мошенников, прилюдно наказывайте. Если проверка прошла успешно, обязательно похвалите коллектив. Если прощать мошенников, они будут думать, что если позволено одному, так могут вести себя все. В-третьих, можно придумывать и скрупулезно прописывать какие угодно кодексы деловой этики, правила, но лучше всего рассчитывать на порядочность персонала. Если вы сомневаетесь в работнике и тем более из управляющего звена не уверены в его порядочности, то на работу таких людей лучше не брать. Расул Махачев написал следующее. По последним статистическим данным, в России насчитывается примерно 40 миллионов человек, которые по тому или иному поводу имеют задолженность по кредитным обязательствам, либо же текущим платежам в режиме коммунальных услуг. Что характерно, прирост должников с каждым годом увеличивается на несколько процентов ввиду снижения уровня жизни и потери платежеспособности. И очевидно, что у судебных приставов работы становится все больше и следить за тем, чтобы все деньги уходили куда нужно не успевают. Итог дискуссии резюмировал пользователь Аксакал. Честно говоря, этот пристав меня вообще не удивил. Это типичный ДАК, который сначала сделал, а потом подумал, что он наделал. У нас таких подреспублики. Вопрос сейчас в другом, чтобы не принимать таких людей на работу. А для этого нужно проводить жесткое тестирование. Нечестному человеку под коммуноденьги не должно быть места среди судебных приставов. На совещании, которое 1 апреля провел председатель правительства Дагестана Артем Сдунов, речь шла о ходе строительства объектов в республике и применении при этом модульных технологий. Комментариев на эту тему было немного, но не рассказать об этой новости мы не могли. По мнению завсегдатая социальных сетей Идриса Абакарова, по информации Пресс-службы администрации главы и правительства республики, о том, какие объекты планируются построить в ближайшее время, рассказали министр экономики и территориального развития РД Осман Хасбулатов, министр строительства и ЖКХ РД Малик Баглеев, министр транспорта и дорожного хозяйства РД Шарухан Гаджимурадов и руководитель ГКУ РД, дирекция единого государственного заказчика-застройщика Керим Сумгуров. Эту тему продолжает Магомед Шарипов. По данным Минэкономразвития РД в 2019 году в рамках реализации государственных программ Российской Федерации и Республиканской инвестиционной программы предусмотрено бюджетное финансирование 321 объекта строительства, реконструкции или капитального ремонта на общую сумму свыше 23 миллиардов рублей. Среди них 113 объектов образования, 32 объекта здравоохранения, 7 объектов культуры, 9 по линии физкультуры и спорта, 46 водоснабжения и водоотведения, 20 газификаций, 87 объектов дорожного хозяйства. Завсегдатый Алихан Кадыров высказался по этому поводу. В рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в этом году будут проведены работы по ремонту участка автомобильной дороги Магарамкент-Рутул и капитальный ремонт подъезда к поселку Новый Хушет от автомобильной дороги Махачкала-Аэропорт. Работы по ним ведутся по графику. Начатые работы по реконструкции участка автомобильной дороги Манас-Зеленоморск Аэропорт. В диалог вступил юзер Исам Усаев. Артем Сдунов поручил ускорить работы по проектированию объектов, решению проблемы с документацией. На дворе апрель необходимо уже начинать строить, обозначил задачу премьер-министр и подчеркнул необходимость использования при этом каркасно-панельных и блок-модульных технологий. Своим мнением поделился и пользователь Хадис Баматов. Сегодня это одна из самых современных и лучших технологий в строительстве, обладающие рядом несомненных преимуществ. Первое это универсальность. В проекте выполняются все современные требования. Второе это то, что нет необходимости в большом фундаменте. Все детали производятся в заводских условиях и удобно складываются для транспортировки. Потом их также легко разобрать для начала строительных работ. Юнос Магомедов по этому поводу написал следующее. При проектировании зданий в малоэтажном строительстве модульного типа устанавливаются автономные системы, способные работать на различных видах топлива и на газе и на электроэнергии. При этом потерять тепла, которая поступает в эти постройки невозможна. Нет необходимости в проведении дорогостоящих отопительных систем. При желании можно сделать также автономным водоснабжение и канализацию вашего жилья. Также эти дома продолжают сберегать ваши средства и в процессе эксплуатации. Затраты на обслуживание гораздо ниже, чем в кирпичных домах. Юзер Багант Будунов по этому поводу тоже не стал скрывать свою позицию. Эти дома терпят любые погодные условия и могут быть построены в районах, где температура опускается до минус 60 и поднимается до плюс 40. Также они выдержат ураганы, землетрясения до 8 баллов, снежные сугробы и многие другие природные неурядицы. Еще один важный плюс – построенный по этой технологии будут служить не меньше 100 лет. Пользователь Муслим Каримов также поделился своим мнением. Эта технология может применяться и в России. Возможностей для этого предостаточно. Такие дома можно строить большими кварталами для продажи по невысоким ценам, для использования в качестве казарм и вахтовых селений. Такие постройки могут прийти на помощь при ликвидации природных катастроф, когда большому количеству людей надо предоставить новое жилье. Также это могут быть здания для кафе, ресторанов, офисов и магазинов и многого другого. И все же самым интересным было мнение пользователя Шамиля Османова. Знания окажутся привлекательными не только внешним видом, но и своим качеством, прочностью и долговечностью. Оборудование для производства панелей, используемых в этой технологии, недорогое и компактное. Для крепления элементов используется доска различной ширины. Эти дома отличаются высоким уровнем звукоизоляции, не требуют большой бригады строителей. Всего несколько человек соберут коробку буквально за несколько дней. Малоэтажное строительство модульного типа это намного удобнее, чем старые привычные технологии. Любви все возрасты покорны. История любви женщины прокурора и беглого полицейского стала притчей во языцах на этой неделе. О подробности этой истории вы можете узнать в комментариях пользователей социальных сетей, которые мы собрали специально для вас. Внимание на экран. Это грустно или весело? Это печально. Пользователь Сулейман Манапов по этому поводу высказал свое мнение. Прокурорша 4 года скрывала у себя беглого полицейского. За укрывательство преступника ее лишили должности. Но и на этом санкции против женщины не закончатся. МВД, прокуратура и Большая Любовь несовместимы. Люди в форме наверное не могут себе позволить служение Эросу. Они должны служить только закону. Пишет пользователь социальных сетей Курбан Гамзатов. Страсть не щадит никого. В Дагестане прокурор одного из районов лишилась должности и рискует попасть под статью. Все дело в том, что женщина более 4 лет скрывала у себя объявленного в розыск полицейского бывшего начальника отдела наркоконтроля в одном из районов. Его поймали в селе Ахты, когда случайно остановили на улице для проверки документов. Продолжил разговор на эту тему Мурат Маджидов. Его поймали в селе Ахты, когда случайно остановили на улице для проверки документов. Одному из стражей порядка его лицо показалось странно знакомым. И неспроста. Его фотографии уже 4 года белькали в списках федерального розыска. Беглого полицейского доставили в участок, Но ненадолго, через пару часов, в отдел МВД явилась прокурорша района. Женщина сообщила, что пойманный беглец нужен ей для проведения следственных действий и что она, как прокурор, сама с ним разберется и передаст, куда следует. Это обсуждение дополняет пользователь Нурмагомед Багандов. Полицейским пришлось подчиниться, но на всякий случай они сообщили о задержании высшестоящему начальству в отдел собственной безопасности прокуратуры. Через несколько дней за прокуроршей пришли и сообщили, что она лишена своего поста по подозрению в укрывательстве преступника. Но это для нее новостью не было, она прекрасно знала, чем рисковала. Пишет Гусейн Анваров. Опозорила и себя, как женщину, и мундир, которому служила. Сейчас это в духе времени. Чуть я сомневаюсь, что он ради нее сделал бы то же самое. Просто повелась, как дура на хитрого мужика. А он ее в конечном итоге кинул и снова пустился в бега. Сейчас ему, наверное, не хватает ее супчиков и жарких объятий. Вот к чему приводят западные фильмы. По мнению Шамиля Гаджимагомедова, через несколько дней за прокуроршей пришли и сообщили, что она лишена своего поста по подозрению в укрывательстве преступника. Вот до чего женщину жизнь довела, что она готова в тюрьму сесть ради беглого мужика. А с другой стороны, она ведь женщина, ей ведь хочется, чтобы ее любили. А если ты прокурор, то вариантов для романтических отношений не так уж и много. Пишет пользователь Гасан Меркиев. Вот умеет же женщину любить. Целых четыре года скрывала у себя беглого преступника. Борщи варила ему, хинькау лепила, халила и леила. А ведь прекрасно знала, чем ей это грозит. Но ее это не остановило. Неплохо устроился, однако, долгат. За такой женщиной, как за каменной стеной. Пользователь под ником Патриот Дагестана обозначил следующую позицию. Четыре года женщина не выдавала экс-начальника отдела наркоконтроля. Женщина прекрасно знала, что таким образом она рушит свою жизнь и свою карьеру. Однако, пошла на это должностное преступление. Просто такова ее природа. Хотя, как это все было на самом деле, еще предстоит узнать. Потому что люди могут придумать всякое. Футболисты Махачкалинского Анжи уступили в гостях Краснодару с крупным счетом 5-0. Краснодарцы продолжают вагонию за лидером. А махачкалинцы, благодаря ничейному результату в матче с Уфой, сохранили 14-е место в турнирной таблице. Написал пользователь Алихий Зриев. Счет был открыт на 18-й минуте первого тайма, когда отличился Вандерсон. Спустя 20 минут счет увеличил Клаеса, поразивший цель с пенальти. Во втором тайме дубль в составе Краснодара оформил дагестанский футболист Магомед Шапи Сулейман, поразивший ворота Дюпина на 55-й и 70-й минутах. Еще один гол на счету Игнатьева. Что касается футболистов нашей команды, то они сумели нанести по воротам соперника всего три удара, но ни один из них цели не достиг. Отметим, что в основном составе махачкалинцев вышла игра несколько местных воспитанников. Делится мнением Карим Чохский. После крупного поражения от Краснодара в 21-м туре, премьер-лиги главный тренер Анжи Магомед Адеев на послематчевой пресс-конференции заявил, что уходит в отставку. «Мы неправильно выглядели во многих компонентах. Краснодар сильнее сыграл. Показалось, что надо насытить центральную линию, чтобы не дать сопернику разбежаться. Но мой план не сработал. Как тренер я проиграл, и поэтому надеюсь, что заявление, которое я подам руководству клуба, будет принято. Если тренер не управляет действиями команды на поле, он должен уйти», сказал Адеев в эфире матч-премьера. Пишет пользователь Дауд Султанов. «Однако после звонка главного тренера казанского рубина Курбана Бердыева, он решил, что продолжит работу с Махачкелинским клубом. «Определяющим для меня был звонок Бердыева. Мне были приятны слова этого большого тренера. Его слова останутся со мной навсегда», цитирует Адеева в Sports.ru. Пользователь Магомедов Рамазан написал следующее. Ранее он сообщал, что переговорил с президентом Манже Османом Кадеевым, который привел аргументы, убедившие его доработать до конца сезона. «Любое поражение влияет на психологию команды, но это не было основополагающим в моем заявлении. Решение созрело у меня раньше, еще неделю назад. Я сказал спортивному директору и президенту, что хотел бы уйти. «Перед Краснодаром я понял, что происходит с командой, что может быть болезненное поражение, и я не могу это контролировать. Но мы поговорили с президентом клуба, он привел свои аргументы и убедил, что я должен работать до конца сезона. Мне придется доработать, потому что меня тут же не красило бы решение уйти в такой тяжелый период», сказал наставник Махачкалинцев. Напомним, что Магомед Адеев принял команду перед стартом текущего сезона. В настоящее время, после 21-го тура, махачкалинцы занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Ну а теперь по традиции нашей программы – забавное видео. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а на этом, пожалуй, все. Это был 29-й выпуск проекта «Глобальная сеть» и вел его я, Дин Багант Магомедов. Спасибо всем, кто смотрел нас в эфире телеканала РГВК и на нашем YouTube-канале. Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok